Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 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 А два-три ученика очень сложно было подготовить. Не только тетради, ручки еще одевать надо. А сколько мюзаки? А требования, вы знаете, ведь сейчас, причем требования в школе я все время удивляюсь. Ну, клетка-то, оказывается, должна быть нормальна? Нет, не нормальна. Кому-то крупная клетка, а кому-то в какой-то школе другое. А стоимости разные. У кого-то поле должно быть слева, а у кого-то справа. И вот мама уже отправила детей в школу, 1 сентября приходится слезами, помогите уже другую тетрадку достать. Но общая тетрадь уже 40 листов не устраивает. И вот так, это много можно перечислять, понимаете, много. Кроме того, ведь, смотрите, сейчас требования и в детский сад. Ты должен принести, помимо всего прочего, ты должен не только вторую обувь, там, одежду на смену, а ты должен привезти и альбомы, и краски, и это вообще... Пластилин, там-то все, что угодно. Я хочу рассказать, сейчас требования, сейчас индустрия, это очень развито, и всем надо продать. А потом, чаще всего, китайское продают, оно некачественное, это приходится менять. Поэтому, понимаете, что я уже не говорю. И если школьнописными товарами, сейчас уже об этом загорели, нам удается, во всяком случае, мы говорим всегда, 1 сентября должны все дети прийти в школу. Поэтому, когда я иду к своим партнерам-благотворителям, я ей говорю, ну как, вот ваш-то пойдет, а у меня-то вот эта семья не сможет, поэтому неужели вы мне не подарите или не сделаете доброе дело. Но сегодня, кроме всего этого, и вот эти семья, где и двое, и трое детей, и папа с мамой есть, одежда, одежда то же самое. Но лекарства, лекарства, дорогостоящие лекарства, лечить ребенка надо, а отказать как откажешь? Не откажешь, потому что ты видишь, рецепт выписан, и ребенку ведь уточняешь всегда, на самом деле так. Поэтому тяжело сегодня живется нашим семьям. Ну давайте уж поговорим, раз мы о сборе вещей заговорили, мы, как в этом году, если можно так выразиться, вот эта кампания проходила, потому что вы не так давно были у нас и рассказывали, и мы тут говорили о том, что в том числе и излишки продуктов можно приносить в детский фонд. Вот как в этом году? Мы, что касается одежды, обуви, мы просто кричим. Кричим, не просто говорим, там приглашаем, мы просто кричим и говорим, что несите, начиная от рождения ребенка и до столетнего возраста. Вот представляете, мы же как партнеры выступаем со всеми районами, областями, с центрами социальной помощи, семье, детям, вот с этими управлениями. Мы знаем, когда эти районы приезжают, и они даже не смотрят, они говорят, дайте нам как можно больше у нас выезды в деревне, по деревням, а там спрос просто не рассказать какой. Поэтому берут все, что только можно, все только то, что можно, как говорят, одеть, обуть и каким-то образом сделать так, чтобы не замерзли. Ну что-то можно перешить. Да, да, перешить, перелисовать там еще что-то. Поэтому, уважаемые кировщане, если вы нас слушаете, мы продолжаем сбор, только, естественно, как мы уже не раз говорили, одежда, которая нервана и не грязная, потому что у нас нет службы, которой бы занимались этим. Поэтому продолжаем сбор, а сейчас особенно еще перед Новым годом, когда... Хочется праздника. Не только праздника, а понимаете, как раз больше будут выезжать в отдаленные деревни вот эти все службы кто-то, пусть они и увезут туда. Давайте я озвучу, да? Улица Труда, 57. Российский детский фонд, наше отделение Труда, 57. Номер телефона 653850. 653850. К Дню Матери возвращаемся. Что было? Вот вы-то сами считаете, это праздник нужный? Я считаю, нужен. Понимаете, по какой причине... Вот я даже... Мы вот тут несколько дней проводили вот эти праздники, кто к нам приходил, и организовывали с помощью своих партнеров. И вот вчерашний праздник. Мы вообще стараемся праздник проводить так, чтобы была и мама, и дети. И если даже есть папа с детьми, приходите, пожалуйста, вот на эти праздники. Почему? Я все время, когда, например, нам филармония дает много очень, благотворительные театры, я стараюсь, детский фонд старается сделать так, чтобы не на только на ребенка был билет, а на семью. И все время говорю родителям, это у вас есть возможность с ребенком общаться, рассуждать, рассказывать, вовлекать. Ведь понимаете, и причем не только родителям говорю, я даже говорю, вот предположим, в филармонии, когда у них залы бывают на какие-то абонементы не заполнены, да отдайте нам билет. Мы отдадим в семье. Ведь сегодня мы им дали этот билет бесплатно. А ребенок, да и мама, посмотрев, завтра она захочет сама идти купить билет. Согласны? Ребенок, мама, давай сходим. Ведь они же, как всегда, мы поддаемся вот этому детскому зову. Это точно. Согласны? Это точно, да. Ну, а куда деваться? Как книги, например, я сама вижу, как покупают, и как иногда мама купи, а мама... Ну и вот. Поэтому вот мы стараемся. И вот вчера, когда наши партнеры, которые нас все время около нас, пригласили, и вот мы хорошее кафе, мы ведь... Ну, что говорить? Когда тебя обслуживает официант, и вот эти мамы почувствовали, понимаете, накрытый красивый стол. Около тебя ходят, значит, тебя обслуживают. Они только развлекают различные программы, и клоунада, и ростовые куклы, и какие-то загадки, сказки. И мамы в этом начинают участвовать. Вот они пришли вчера, вот я посмотрела. Так где было? Было в кафе «Республика». Понимаете, какие-то все вот плечи опущены, в глазах искорки нет. И вот через час, понимаете, я их не узнала. Я увидела блеск. Я почувствовала, им хотелось распрямиться. Им хотелось принять участие в этом. Да еще когда ребенок... Мама, пойдем, вставай, вставай вот сюда. Понимаете, это вот... Поэтому чем больше мы будем, и больше будем вовлекать... Накануне был праздник в детской филармонии, вместе с управлением опеки проводили. Там приглашали приемных семей, опекунские семьи. Ведь вот представьте себе приемная семья. Ну вот у нас семьи большие. Это 18 детей, это воспитывают чужих детей, 13, 14. Вот такие, да? И вот они пришли, приглашали всех с детьми. И дети, которые и в возрасте, и маленькие. И вот они какие читали стихи в адрес вот своих мам. Или вот одна из этой приемной семьи девочка, она уже заканчивает 11 класс. Это девочка, которая... Вы знаете, как говорят, ее подобрали. Подобрали, вот эта приемная семья и с нее сделала удивительно. Вот я ей все говорю. Ты будешь просто удивительной мамой сама будешь в будущем. И вот она сочинила стихи. Вот я эти стихи взяла и говорю, да я отправлю Альберту Анатольевичу, пусть он в журнале публиковал. Это Лиханова, то есть, да? Да, да, да. Президенту российского, да? Конечно, конечно. Вот она при всем там сначала. Мне сложно было в самом начале своего, когда я пришла к тебе, когда-то я узнала, по-детски страдая, что мама родившая стала чужая. Как сложно мне было в это поверить, простить и озлобиться, жизнью проверить. Давно поняла я лишь, ты мне родная. И вот она дальше там пишет. Спасибо, значит, тебе благодарна за то, что растила, что детство вернула, лечила, учила, за то, что сиротство меня миновало, и все, что со мною тебя волновало. Понимаете, вот это уже девочка повзрослевшая, сама завтра станет. Тоже девушка уже, да? Девушка, да, станет мама, осознав. И вот когда на этой встрече, я еще раз говорю, много было таких мам, вот сами дети вот это осознают. Надо этот праздник, надо, понимаете, и просто я хочу сказать, надо больше об этом говорить, надо больше... Ну, почему, как говорят руководители предприятия, у тебя столько мам, если ты хочешь какой-то стабильности, не только думать о цифрах, а ты вот через какие-то каналы, через любое, да пройдя мимо по цеху, скажи, Танечка, ты же прекрасная мама, я тебя поздравляю. Да много можно. Нет, нужен праздник. Сейчас у нас небольшая полоза традиционная, мы скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Мы продолжаем. Наша собеседница Валентина Павловна Иванова, представитель Кировского отделения Российского детского фонда. Кстати, отделению нашему Кировскому в следующем году будет 30 лет. 30 лет, 30 лет, товарищи кировщане. 30 лет, так сказать, кипучей деятельности работы. И в такие годы 30 лет надо к 60 приравнять, я считаю, потому что очень сложный период был, конечно. Это год за два, это точно. Валентина Павловна, да, общались мы не так давно, и вы говорили, что, ну, действительно, тяжело, живет сейчас людям, и ваши партнеры, те, которые традиционно вам помогали, ну, вот сейчас становится все меньше и меньше, этот процесс такой, наблюдается и далее. Наблюдается, но, понимаете, я оптимистка, оптимистка, и как бы ни было сложно, и как бы ни было трудно всем и всяк, но приходят другие. Другие? Приходят другие, и вот представляете, мы проводили конкурс «Голос ребенка». «Голос ребенка» 2016. Мы через два года повторяем вот этот конкурс, творческий. Мы выбираем несколько номинаций, и в данном случае в этом году у нас были номинации. Это музыкальный конкурс? Нет, 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 нет. Вот, например, конкурс «Голос ребенка». Нет, у нас свой конкурс, мы не хотим. Мы давно, кстати, проводим, еще до этого голоса российского, мы начали работать это. И я что хочу сказать, мы взяли, готовились к 80-летию области, одну номинацию «Поэтичная страна вятка». И сделали примечание, это может быть стихотворение, это может быть рассказ, это может быть эсса, что хотите. Но это ребенок сам должен сочинить. Конечно, конечно. То есть это авторские такие конкурсы. Авторские работы. С 7 лет, возраст с 7-летнего до 18. Вторая номинация была, например, об экологии, о реках, об этом. И, понимаете, одна из номинаций «Если бы я был», и в скобках давали, губернатором, мэром, пэром, там и тому подобное. Причем, вы понимаете, такие откровенные работы присылают ребята, если бы они были. Вот я часть каких-то работ уже Игорю Владимировичу на заседании попечительского совета в Рущу. Временно исполняющей обязанности. Временно исполняющей обязанности, да, Васильеву. Да. И что я хочу сказать, значит, вот ребята присылают вот эти, нам прислали эти работы. Конкурс уже завершен. Завершен, подведены итоги. И я ведь детский фонд, получив огромное, более трехсот работ разных направлений, мы ищем экспертов. Ищем экспертов, чтобы не я там просчитывала эти работы, а именно, причем, и ученые степени, и кровеческие музеи, писатели, все это. И вот я к чему говорю. И вот в конкурсе «Поэтичная страна-авятка» ко мне приходит, уже готоваясь к Новому году, одна из предпринимательниц, она занимается, у нее рестораны там, она мне и говорит, что, Валентина Павловна, мы вас каждый год приглашаем, я нынче хочу увеличить число мест и больше кафе, партнеров. И даже, говорит, вас в «Кристалл» хочу сводить, а вот на берегу-то это, да, я только с радостью. И она, еще не уходя, я ее называю по имени ущества, и говорю, вот вы знаете, вот вы посмотрите, я не могу, я в таком восторге, посмотрите, какие работы дети прислали, какие стихи. И что же вы думаете? Она берет стихи, которые посвящены Вятской земле. Взяла, потом звонила, говорит, да, Валентина Павловна, все, объявляем проект, я партнер, авторы, дети, мы отбираем детские работы, я буду издавать, я буду искать сама партнеров. То есть уже в качестве книг будут издаваться? В качестве книги будут издаваться, и все это без, понимаете, чего дальше? Кроме всего прочего, заговорили, я говорю, так это какая-то только часть, потому что уже какие-то работы возвращены, которые отправили обратно, значит, это. Она вдруг через какое-то время приходит, мне говорит, а знаете чего? А давайте мы в каждой библиотеке района создадим полку, мы полки, это просто мне надо о чем думать, где бы вот эти, они пусть собирают творения ребят, а я буду собирать отдельные сборники и издавать. А эти полки установим в библиотеках и пусть дети видят, что это под этим названием авторы-дети. Вот вы понимаете, она не литератор, она не учитель. Но вот сама она такая, в общем-то, я чувствую, поэтичная натура, и вот ей захотелось, вот пожалуйста, этот проект, не только этот проект, она ведь вдобавок ко всему, вот видите, она мне несколько праздников в декабре и в январе организует новогодних праздников, причем за все плачут, за подарки, за диджеев, значит, этих самых клоунов и все тому подобное. Вот это меня вдохновляет, понимаете? Появляются новые все-таки, производители? Да, появляются, появляются новые или, например, звонок. Меня зовут Сережа, вот вы знаете, что я, может быть, это не смогу, а я смогу бригаду, направить концертную бригаду с подарками в этот сам, в детский дом выступить там, в больницу, к этим больным детям, а у нас ведь и такая есть, когда мы привлекаем и по домам разъезжаем. Поэтому, понимаете, что я, вот, я все-таки народ добрый в Кирове, в Яновятской земле, прорвемся, прорвемся. А, например, те, которые находятся за пределами Кировской области, помогают? Ну, возможно, жили долгое время здесь, родились здесь, но сейчас находятся в другом регионе. Звонок, совсем недавно раздался звонок, меня зовут Светлана, здравствуйте, здравствуйте. Вот, мне сказали, чтобы я к вам обратилась, да я на сайте вас нашла, я говорю, что вы хотели, я живу в Санкт-Петербурге, вы знаете, у меня, я покинула, я сама отсюда, но покинула и живу вот там-то, я бы хотела у меня инициативно, создать инициативную группу в Кирове, у меня там много друзей, и дайте мне какую-то школу-интернат, я это, подготовлю подарки. Я когда перечень представила, она говорит, давайте я беру Бурмакинскую школу-интернат, дайте мне координаты, я свяжусь и буду знать, когда с концерта и что им надо. Или, например, вот это тоже, кто еще не задумался, как, Вятка ЦУМ. Звонят и говорят, так, нам 70 фотографий детей и письмо Деду Морозу. А мы развесим на елке в ЦУМе, и покупатели будут приходить, глядя на фотографию. Вот. Мы это быстро организовали, только когда звонили, что и в детские дома, и родителям детей-инвалидов. Ну, не просите Мерседес, не будет этого. Дедушке Мороз, дадайте, письмо-то напишите соответствующее. Ну, те, кто занимается письмом Деду Морозу, знают, что даже когда просит Мерседа, всегда можно выйти из положения. Можно, конечно, о чем разговаривать. То есть, все, у кого есть дети, знают эти. Да, да. Они спросят всегда по максимуму. Ага, вот так. А помощь и сбор денег больным детям, вот об этом направлении работы Российского детского фонда, давайте поговорим. Вот это самое... Деликатная тоже такая тема. И деликатная, но уходить от этого нельзя. Уходить от этого нельзя. И когда на первых порах, сейчас мы уже говорим уже о традиции, когда наши ящики, копилки появляются везде и всюду, появляются, и фотографии ребенка даны, и диагноз проставлен. Вот. Поэтому уже говорить надо. И это боль наша. Я всегда, когда иногда бывают такие, ну, чего тут опять вот это, там все, чего-то они спекулируют. Нет. Вот сядьте на место этой мамы, сядьте, и вот что вы будете делать? Да вы к черту повезете ребенка. Я только власти сегодня говорю, говорю власти, но почему мы делаем все, чтобы наши деньги, которые мы собираем, наши народные, мы отдавали за лечение этого ребенка Казани, Челябинску, Иашкарале, Ижевску. Давайте создадим у себя такие, пусть даже платные, эти реабилитационные центры, чтобы не гонялись вот наши родители. Представьте, ребенок инвалид, он не ходит с этими пересадками, на закукорках этот ребенок. Так вот, уважаемая власть, вот понимаете, что у нас нет вот всех центров, да, и приходится собирать. И когда сейчас приехал у меня родитель, ребенок не вставал, не ходил, и видит маленький, а приехал из Пензы, из Пензы, он, да, платный реабилитационный центр, но он увидел результаты, результаты. Вот, товарищи, вот, если власть меня слышит, дорогая власть, нам нужно у себя, специалистов-то у нас много, есть в некоторых направлениях. Да, у нас не хватает логопедов, у нас не хватает квалифицированных дефектолов в государственных этих учреждениях. Поэтому продолжаем сбор, и я хочу сказать, конечно, меньше стали пускать в ящики, но в этом направлении мне хотелось бы, наверное, кировчане, появляются у нас ящики, мальчики, девочки, ходящие вот с этими ящиками. Если у детского фонда повешен ящик, выверено и диагноз все с врачами, с больницами, с клиниками, выписки из истории болезни, все это у нас есть. А эти вот мальчики и девочки ходят с ящиками вот в таком направлении, конечно, кировчане напускают, а куда эти уходят деньги? А, ну, вы имеете в виду те мальчики и девочки, которые периодически появляются? Периодически появляются, да, как раз, кстати, вот мы про форум говорили, там вопрос этот поднимался, а то как же сделать, чтобы, извините, честных людей не оторгать. помните, уполномоченный по правам ребенка Владимир Шабардиныч тоже поднимал эту тему. Суть в том, что, в общем, не слишком порядочно подходят к этому делу эти сборщики, и они определенный процент себе забирают скрывают. Ящики не опломбированы бывают. Открыли ящик, взяли и пошли. Мне это сами говорят, кировщане, говорят, да что это такое? Я говорю, да у нас-то система, комиссия три человека снимает, представитель магазина, фирмы какой, и у меня бухгалтер, и член ревизионной комиссии. Нет, ну там, извините, вот когда набирают этих мальчиков, девочек, которые ходят, таким же просто платят из этих денег, говорят, что ты получишь там столько-то процентов этого ящичка. Вы согласны со своего рубля отдать еще кому-то. В том-то и дело, что я и говорю, что это неправильно совершенно. Да это... Все деньги должны пойти туда. Да все деньги должны пойти на ребенка. Это кощунство, конечно. А там, да, там заодно и заработок получается сразу. То есть вы платите вот... И как вам хочется на вашем... Вы зарабатываете, вы проявляете добро, а на вашем добре будет бездельник? И сколько сейчас детей находятся под вашей опекой? У меня картотека 50 человек. 50 человек? 50 деточек. Мы ведь их... Мы следим, продолжаем следить. Прошли курс реабилитации. Мне привозят документы. Прошел курс реабилитации, результаты. И повторно реабилитация нужна. И в каком направлении. Порой, если надо, я ребенка посмотрю. На самом деле это так, да? И оставшиеся деньги так и продолжают на этого ребенка работать. Вот. Поэтому, во всяком случае, нам вот это... Но все больше и больше. Сейчас у меня 5-7 заявлений на Китай. Помните, китайские специалисты здесь у нас приезжали? Я рассказывала... Доктор Шик? Да, Шик, да. И одна мамочка съездила, собрав 600 тысяч. Ездила, она готовится сейчас в апреле снова ехать туда. Результаты она увидела. Ребенок с ДЦП? ДЦП. ДЦП, да, да, да. Вот. И вот собираем сейчас вот по 600 тысяч. Это очень много. А там в основном мама одиночка. И трудно идет сбор на Китай. Но здесь надо сделать так, что все-таки российский детский фонд полностью перелет туда и обратно, бесплатно. Это тоже за счет аэрофлота и спонсоров. Поэтому тут только там лечение. И самое интересное, вот мамочка приехала, говорит, что эта клиника, она сегодня прилечила за деньги, значит, приглашает снова. А там потом она будет наблюдать ребенка и бесплатно. Поэтому вот этот проект у нас работает. Но вот я еще раз говорю. У нас ведь не только вот эти дети, родители. Вот я побывала в доме ребенка с Лободском, да. Ну, сами представляете, деточки от одного месяца. Вот без комка в горле нельзя говорить. Ведь им нужна ласка. Им нужно, чтобы их на ручках держали и гладили. Ну, где же нянечка и там воспитатель. У него восемь на ручках. Не всех успеешь погладить. И условия созданы хорошие. Но, естественно, дети поступают намного сложнее, чем было. Вот все-таки я 30 лет работаю здесь. Какие дети раньше, какие сейчас. И вот нужна сенсорная комната. Это для того, чтобы в комплекте сразу. Не просто один массаж, а там в комплекте все это проходило с этой соответствующей аппаратурой. Вот собираем 220 тысяч. Вот надо эти 220 тысяч собрать, чтобы помочь. Каким образом собирались? Собираем. Объявили везде, где только можно. На наш счет поступают деньги. А мы приобретем это оборудование и установим. У нас сейчас реклама. Мы скоро будем продолжать нашу беседу. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается дневной разворот. Или может, как понедельник. Валентина Иванова, председатель Кировского отделения Российского детского фонда, наша собеседница. И мы хотим в преддверии 30-летия существования Кировского отделения. Я просто напомню, что в следующем году в нашем Кировском отделении исполнится 30 лет. И о новых планах, новых проектах хотелось бы еще поговорить в конце нашей программы. Чем будет наполнен этот год и ближайшие месяцы работы детского фонда? Да, мы уже работаем на 30-летие. Планов у нас, как всегда хочется, я уже вам сказала, вот этот проект «Авторы и дети» у нас обязательно будет притворен в жизнь, потому что я увидела. Потом вот тоже с проектом пришли не откуда-нибудь, а из пчелопрома. Да, и мы всегда постоянно проводим этот медовый спас, постоянно. Деточки любят пчелку-анфиску и рисуют всякие... Пчелки любят, в конце концов, да? Деточки любят мед. Пчелка-анфиска, это ваш такой персонаж. Анфиску, они так, пчелка-анфиска, и они эту анфиску всяких наделывают, всяких этих красивых бабочек, вам не рассказать, как декоративно-прикладное творчество, но это же им здорово, они же, это пчелопром делают такие подарки им шикарные, кроме медового спаса, когда у нас 14 августа это вообще широко отмечается. Ну вот, и она вот пришла и говорит, Валентина Павловна, вот давайте... Пришла-то кто? Пчелка-анфиска? Нет, руководительница. 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 Телопрома. Да, пришла и говорит, знаете чего, ну, про детей заговорили, как и все, а у меня как раз только что были ребятки, которые кончили училище уже, дети, воспитанники интернатных учреждений, не могут устроиться на работу, это ведь тоже проблема. Проблема, знаете, какая, да, если им везде нужны специалисты, а где их взять, специалистов, он еще не рабатывал, маляр или шукатур. Ну и вот, вы представляете, это сам она и говорит, а слушайте, давайте мы дадим профессию пчеловода. Я говорю, а как вы представляете? У ней вот кладезь идей и кладезь всего, она тут же так организуйте мне, пожалуйста, машина будет на пасеку к пчеловоду, здесь недалеко от Кирова. Мы собираем детей из детского школы-интерната, они едут туда. А этот пасечник, он оказался бывшим воспитанником школы-интерната. У него есть подход к этим детям, он умеет разговаривать с ними, он как бы вхож в их судьбу. Они побыли один день, там посмотрели, показали это хозяйство, потом через две недели он говорит, так, приглашаем этих ребят, я покажу, как идет выемка этих рам. И вот эту процедуру, ребята в восторге. И вы знаете, кто-то говорит, а почему бы не? И она, это вот наша активистка, вот эта подвижница, она узнает, она узнала через Краснодар, через всякие, все где, чего, есть ли такие учебные заведения, училища, или еще где-то. И она сейчас начинает готовить, готовить, и вот уже ребят вовлекать вот в это, особенно, кто восьмой, девятый класс, сначала они здесь, вот среди пчеловодов. Побудут, посмотрят. А потом и поступать, причем поступают в Краснодаре, она все это уточнила. Она сейчас пишет этот проект, чтобы мы с этим проектом выступили, где-то получили какие-то гранты на него, профессия. Чтобы потом эти могли учиться в Краснодаре, именно на пчеловодах. Да, 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 да. А ведь сейчас стараются все время как бы, как можно, чтобы больше было пчеловодов и по всей стране. Ну и вот, вот это очень, очень радостно. Причем вот эта школа, которая, вот это Нововятская школа, интернат, у них вот уже несколько лет ребята изъявили желание научиться быть печниками. Печник, выкладывать. Печник, да. И вы можете себе представить, один из педагогов, который он сам вспомнил, когда-то его учил, дедушка, он у себя в саду эти делал, выкладывал соседу там, и ребята тут уже третий год ведут курс обучения печника. И самое интересное, что они, когда выезжают куда-то там или приезжают к своим родственникам, давайте я вам сложу печку. Поэтому вот, понимаете... Это же замечательно. Да, еще раз говорю. Это дефицитная профессия, между прочим. Наверное, золото такие люди. Сейчас же сложить хорошую теплую печку, теплую, при том, что она тратила мало дроб, это искусство. Это целая наука. Не случайно, я говорю, третий год обучения у них идет, все правильно. И поймите, что они не будут программистами, эти ребятки. Понимаете, ну, школа коррекционная, не все будут, хотя там есть иди, которые и учатся дальше, продолжают. Поэтому вот, этот проект у нас уже в действии. Я уже не говорю о проектах, которые, например, ну, я думаю, и помогут нам наши партнеры, потому что я уже когда заикнулась. Мы ведь проводим очень много работы, проводим со своими одаренными детьми. Как мы проводим? Нам помогают педагоги музыкальных, школы художественных. Они нам каждый год, вот у нас 30 типендиатов детского фонда, которых мы поддержим. во всех творческом развитии, в конкурсах их участия, в материальном плане. И вот заговорили и мне один из таких наших добрых людей, она говорит, вот у нас тут все как смотрим, все вращается вокруг кировских детей, внутри города, города, города вот это. А я, говорит, поездил по районам области, я увидел такие детские творческие коллективы, коллективы, но ведь Киров-то о них не знает. И он мне говорит, Валентина Павловна, да, он еще познакомился с нашим проектом, у нас ведь есть проект с творческой программой к детям землевязка. И мы, когда загружаем автобус артистами, юными артистами, вторую машину загружаем благотворительным грузом, и мы едем в Уржумский, в Налинский районы, вот два, Санчурский район, там наши дети городские выступают. И вот он как-то вот это увидел и говорит, а так, а почему? И я вам даю, давайте я присоединяюсь, я вам помогу материально. Детей из районов области, творческих Киров, они же, говорят, не знают Кирова. Для них Киров, как для нас, Москва и тому подобное. Поэтому вот этот проект у нас будет сработать, вот как говорят, я буду рассчитывать на поддержку от своих этих проектов и власти нашей, вот Игорь Владимирович дал исполняющий обязанность, согласие быть во главе попечительского совета детского фонда, поэтому я думаю, чтобы нас понимали, понимали, поддерживали, я не прошу ни денег, ничего, я всегда говорю, мне не надо от власти ни стула рабочего, ни места, ничего детскому фонду, только поддержите, потому что, видите, мы, если брать вот все эти наши проекты и наши планы, они один в один с планами, программами, которые решают правительство области, что образование, что культура, что социальная защита, потому что они все как раз в социальной направленности. Вот, поэтому вот видите, тоже самый интересный проект, и по-прежнему остается проект вот тоже с детской филармонии, нам хочется очень хорошо провести 1 июня. Понимаете, как-то на 1 июня мы принимаем до 3 тысяч детей по всей области, со всей области, и в городе все площадки к какой-то степени занимаем, но они какие-то разорванные, понимаете, а вот хочется единым большим праздником, объединяющим, и вот, как говорят, я думаю, у них творческие там люди, мне просто порой не хватает, а я буду искать партнеров, которые будут подарки думать, кого надеяно кормить, где это, чего сделать. То есть сделать такой большой как бы региональный праздник, единый, да, большой, не разрывать там вот это, а именно большим, под одной идеей, под одним этим мыслям, вот так. Так что много каких у нас, вот не только вот в плане таких, ну вот и хочется, хочется библиотеками мы, или Хановской библиотекой, другими детскими библиотеками, вот, думаем, так, чтобы больше дети читали, больше читали, и помочь особенно сельским библиотекам в книгах, понимаете, у них сейчас голод, голод, книга дорогая, книга дорогая, спасибо Альберту Анатольевичу, который присылает оттуда, что можно, вот, и читатель, вернее, к нам приносят такие шикарные библиотеки, шикарные, свои библиотеки, и вот мы разбираем и та книга, которая, как говорят, не грязная, и не это самое, отправляем это. Поэтому, уважаемые кировщане, то и книги мы принимаем. Вот видите, как много всего может, чем можно помочь российскому детскому фонду, чтобы он, в свою очередь, помог тем, кто нуждается в тех или иных вещах и поддержке. Еще раз напомню, улица Труда, 57, это район, на слуху у нас всех, это трансагентство, трансагентство, все так и говорят. Телефон 65, 38, 50. Раньше еще говорили, что фонд находится за океаном. Серьезно? Да, ну, сейчас магазина океан нет, поэтому, вы снова, так сказать, вернулись в Киров. Как транспортное агентство. Спасибо, большое, удачи вам и свершения всего задуманного. Валентина Иванова, председатель Кировского отделения Российского детского фонда. На этом завершается мужской понедельник, Николай Голиков и Владимир Смитянин. Всего доброго. Спасибо, и всем кирощам доброго здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова